В Люберцах доставляют бесплатный комплект масок социально незащищённым жителям. Такую поддержку правительство Московской области оказывает, учитывая действия масочного режима. Здравствуйте. Можно пройти? Да, пожалуйста. Масок много не бывает, особенно в многодетной семье. Оттого и набору защитных средств от главы региона оборенной рады. В масках мы заходим только в общественные места, не насилуемся на улице. Эти маски, которые вы привезли, будут очень-очень кстати и, конечно, они будут неиспользованы, они не останутся. В дом многодетной семьи волонтёры приходят не впервые. Недавно оборенным вручили положенный им продуктовый набор. Вдвойне приятнее получать помощь от добровольцев, говорит мама троих детей. Наталья и сама раньше занималась волонтёрством, а теперь по её стопам хотят пойти дочери. Эта польза вообще бесценна, это невозможно переоценить. Невозможно переоценить вклад, мало того, что на пользу общества, так, мне кажется, волонтёрство делает нас самих, этих людей, которые работают, лучше. Комплекты средств защиты достанутся порядка двум тысячам получателей. По поручению губернатора их выдают нуждающимся, малообеспеченным семьям, получающим детские пособия и состоящим на учёте в органах соцзащиты. Спасибо большое. Спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за поддержку многодетных семей. Мы вам очень, всем вам огромное спасибо. Очень рады, что вы заботитесь о нас. Во время строгих ограничений, как и сегодня, к волонтёрскому штабу присоединяются всё больше неравнодушных жителей. На добровольных началах помогают разносить гуманитарную помощь сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра. На семьи выдаётся одна упаковка одноразовых масок медицинских в количестве 20 штук. Это доставляет огромное удовольствие, если можно так сказать, потому что мы помогаем в первую очередь семьям, которые попали в трудную ситуацию. Людям сейчас нужна наша помощь. Защитные наборы вскоре дойдут до всех получателей. Средства защиты помогут люберчанам соблюдать меры безопасности и не допускать распространения заболеваний. Анна Троян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.